Народ, здорово всем, Кентэпк на проводе, и прямо сегодня, прямо сейчас вышло обновление, я в это просто не верю, обновление! Блин, вы даже не представляете, насколько же мне интересно посмотреть, что же добавили, что же изменили, и что же вообще есть. Почины, короче, кто ждал одного, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал Кентэпк. Ну что же, а мы начинаем. MyStandOff.ru это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru Ну что же, друзья, товарищи, с вами эксперт по обновлениям Кентэпк. Давайте посмотрим, что же добавили. Первое, на что я обращаю внимание, это специальное предложение. Так, 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 что же это за предложение? А, донат. Типа, если ты донатишь на один Скорпион Кейс, то ты получаешь 50 голды на халяву. Не, ребят, конечно, заманчиво, но Кентэпк не донатит. А вот если вы любите донатить, то, возможно, эта акция придется вам по душе. Давайте зайдем в магазин и посмотрим, что же там изменили. Первое, что бросается в глаза, это то, что все названия кейсов стали желтого цвета. Ну, в принципе, ребят, ничего необычного, просто поменяли цвет, поэтому, ну, плюс-минус, ну, нормально сойдет. Ну, я, кстати, обратил внимание, что снизу, посмотрите, видите, снизу, вот тут, вот тут, появилось свободное место. Возможно, прямо сюда добавят третий ряд каких-то крутых кейсов, или, возможно, какие-то гифтбоксы, или еще что-то. Также появились акции. Ну, это, ребят, опять донатерская тема. Мне она не нужна. Кентэпка не донатит. У меня и так крутой инвентарь. Большое спасибо вам. Много голды не почины. Меня это не интересует. И, наконец-то, промокод вывели в отдельное окно. Ну, ребят, вот это, я понимаю, вот это по-нашему, вот это по-пацански. Наконец-то промокод стало нормально, удобно вводить. Ребята, посмотрите. Да, ну, добавили новый режим. Но, по поводу нового режима, немножко попозже. Пока что, давайте посмотрим, что же изменили в карте Зона 9. Так, почины, давайте посмотрим, что же изменили. Я смотрю, тоже первый раз вместе с вами. Так. Так. Что? Чего? О, вот это да! Да, ну, это рофл. Да, ну, ребята, просто ради меня заново. Посмотрите на все эти ящики. Блин, ребята, обалдеть, не встать. Вот это да! Стендов, я тебя просто обожаю. Блин, Эксельболт, я вас просто люблю. Вы лучше. Обалдеть, не встать. Не, почины, просто пока что все пылиэнтри, изменили планет А. Вот это реально круто. Теперь я буду гораздо чаще проходить на планет А. Добавили ящики. Так, мне вот интересно, они простреливаются или нет? А ну-ка. Да, вроде простреливаются. Простреливаются ящики. Или не простреливаются? Подождите. А, нет, они не простреливаются! Вау. Короче, ребят, добавили ящики. Добавили сюда какие-то ящики. Я просто, говоря, в шоке. Ну, я просто не верю в то, что это правда. Вы посмотрите, как сильно изменили карту Зоны 9. Вау. Просто вау. И огромнейший вам респект. Также обратите внимание, как сильно изменили девятку. И еще у меня какое-то ощущение, почему-то нож бабочка. Вот, ребят, может я ошибаюсь. Ну, как будто появился какой-то дополнительный градиент. Вот посмотрите, видите? Он как-то, ну, как-то бликует прям очень-очень сильно. Вот вам так не кажется? Возможно у меня глюки. Такое ощущение, что еще изменили нож бабочку. Так, давайте посмотрим, где еще изменили Зону 9. Так, ребята. Так. Вау. Вот это круть. Блин, я всегда мечтал о этом проходе. Блин, ребят, смотрите, девятку расширили. Просто обалдеть. Очень-очень круто. Реструм это какого-то отдыха. Вау. Блин, пацаны. Ну, вот если вы еще не поставили лайк, не подписались на мой канал, то я вообще не знаю, что вы тут делаете. Быстро, починай. Вот за такую крутую обнову поставьте лайк и подпишитесь. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, опробуем новый режим. Давайте подсчитаем описание. Это командный бой насмерть на картах закладки бомбы. Нет времени объяснять. Хватай любимую пушку и вперед к победе. Честно говоря, я без понятия, что это, как это. Ну, как минимум, это командный бой на картах провинция и Зона 9. Это уже круто. Но что это из себя представляет, я без понятия. Поэтому давайте прямо сейчас все это посмотрим. Так, ну что же, я захожу за команду. Так, ребятки, просто посмотрите на все это. Я могу покупать оружие в любой точке карты. Также я могу включить случайное оружие. Давайте выключим, чтобы у меня всегда было КР. Так, братан, до свидания. Это что-то наподобие дезматча в CSGO. То есть вы берете любимую пушку, вас убивает и вы появляетесь в рандомном месте. Но это прям очень круто, очень прикольно. И самое главное, это на картах типа провинция, Зона 9. То есть на картах из закладки бомбы. Так, братан, давай, до свидания. Ё-моё. Мне, знаете, что интереснее всего? Вот как вы думаете, почины, сколько будет давать опыта? Вот ваше предположение, опыта будет давать много или мало? Так. Блин, ребят, очень прикольно. Ну я пока что на последнем месте, но я думаю, мы исправим эту ситуацию. Так, братан, ну а ну иди сюда. Если кто еще не в теме, то режим называется Аркада. И это, как по мне, очень прикольно. Перед ММ-чиком сыгрануть одну каточку в аркаду. Почины, подождите, карту провинции тоже изменили? Вот этой же штуки раньше не было. Так, подождите. Или у меня глюки, или карту провинции тоже изменили. Так, почины, мне нужна ваша помощь в комментариях. Потому что или у меня глюки, или реально провинции тоже немножко изменили. Блин, ребят, ну что могу сказать? Обалдеть, как круто. И давайте посмотрим, сколько же мне дадут опыта за 5 убийств. Так, надо еще хотя бы парочку убийств сделать. Нормально, нормально. Быстрее, быстрее. 9 секунд, 9 секунд. Давай, давай, давай. 5 секунд, 5 секунд. Минус 3. Ну, 4 секунды. Блин, ребята, 2 килограмма надо сделать, чтобы быть у меня предпоследним. Все, время вышло. Так, ну что же, давайте посмотрим, сколько опыта я получу за 13 убийств. Ну, ребят, я зашел в конце катки. И посмотрите, в игре 6 человек. Как такое возможно? То есть, за 13 убийств я получил 136 опыта. То есть, примерно, в среднем, 10 опыта за каждое убийство. То есть, делаем вывод, что если я сделаю 100 убийств, то я получу 1000 опыта. А это уже неплохо. Ну, что же, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И если я что-то упустил, а я обязательно что-то упустил, то напишите об этом в комментариях. С вами был ваш Кент, пока. Всем удачи, всем хорошего вечера. Всем пока.